Онкологические заболевания являются одной из основных причин смертности во всем мире. Каждый год сотни тысяч людей слышат ужасный неутешительный диагноз – рак. Эта болезнь не щадит никого, ни взрослых, состоявшихся людей, ни детей. И вот 17 ноября благотворительный фонд «Возрождение» привез медикаменты, препараты для онкобольных в детское отделение Киевского онкологического центра. В фонде Владимира Мунтяна у нас самые хорошие мысли, потому что этот фонд, который помогает не просто детям, а тяжелобольным детям с тяжелым онкологическим заболеванием, помогает в плане того, что передает пациентам препараты, необходимые для лечения, средства медицинского предназначения, которые тоже им необходимы. То есть, если этого нет в отделении, то родителям, к счастью, тогда не нужно будет обращаться ни в другой фонд, не тем более самим покупать, а эти препараты получают благодаря фонду Владимира Мунтяна. Ну, вы раз в месяц точно приходите и приносите нам помощь, и эта помощь заключает, ну, стоимость, например, это 100 тысяч гривен каждый месяц на такую сумму, такую сумму фонд выделяет, и на них закупаются препараты. Спасибо большое лично Владимиру Мунтяну, спасибо большое его фонду, что он его организовал, работает этот фонд, и очень подотворно. Фонд Владимира Мунтяна каждый месяц выделяет финансы на покупку жизненно необходимых медикаментов для смертельно больных детей. В этот раз фонд закупил дорогостоящие препараты для детского онкологического отделения. Это хорошо, что есть такой фонд, который помогает детям. Хорошо, что есть. Вот спасибо всем фонду, всем благодаря, как можно сказать. Да, конечно, если это не было, это трудно, очень трудно. Да, молодец, хорошо, что есть такой добрая душа людей. Да, молодец, спасибо всем, всем спасибо. Я очень благодарна таким людям. Ну, во-первых, потому что, смотрите, вот обычный человек, я простой учитель. Но у меня нет возможности. Вот личке ребенка своего. И судя по тому, что, ну, как вам сказать, мне даже пришлось уволиться с работы. При саркоме Юинга, там идет высокодоска в конце всего лечения, кроме того, что мы здесь вот проходим, очень много надо. Ну, один космиен стоит 4 тысячи амбука, а мне их надо, ребенку на химию 5 штук. И вот, смотрите, это вот, допустим, если бы не фонды, ну, я не знаю, что бы я делала. Потому что через каждые 20 дней по 20 тысяч я же не зарабатываю такие деньги. У меня просто их нет. И простому обычному человеку вот так вот эти деньги взять негде. А высокодоска стоит, там вообще бешеные деньги. Там 6 с половиной тысяч евро только на лекарства, плюс еще 200 тысяч, ну, нужно на фонд положить, для того, чтобы это все прошло. Я, ну, никого не обвиняю, да, это вот такая наша жизнь. Ну, как бы, если бы не было таких людей, которые вот как-то жертвуют, я бы вообще не знаю. Ну, я им очень благодарна, чтобы мы делали это вот. То есть, ну, ложись и умирай, потому что, ну, таких денег заработать простой человек, он просто не может. Я очень благодарна этому фонду, фонду «Возрождение». Весь персонал детского онкологического отделения безмерно благодарен фонду за постоянную помощь и поддержку. Благодаря инициативе фонда «Возрождение» уже тысячи онкобольных деток сегодня могут получать необходимое лечение и жить полноценной жизнью. Фонда «Возрождение»